Привет, я Антонио Сентена, основатель канала Real Men Real Style, и сегодня я вам расскажу о 10 вещах, которые вы никогда не услышите от хорошо выглядящего джентльмена. Если подумать о пройденном пути за последние несколько лет, может вы были с нами это время или нет, но вы тоже на пути становления более лучшего себя. Вы, наверное, уже понимаете, что одежда – это как машина, которая ведет к лучшей жизни. Может, кому-то потребуется пересмотреть некоторые жизненные установки. О которых вы раньше и не думали, что они у вас есть. Потому что это необходимо для понимания, почему мужчина, который использует одежду как оружие, никогда не будет говорить так. Вы готовы? Хорошо. Номер один – только мелких людей заботит, как вы выглядите. Я слышу это постоянно. Эй, не стоит судить о людях по их внешнему виду. И если задуматься на секунду, то эта фраза больше говорит о тех людях, которые ее произносят, а не о других. Может, они дошли до критической точки и сдались, потому что не могут сделать изменения в своей жизни. Что ж, мы провели исследование на эту тему. Об этом есть много статей на моем сайте RealManRealStyle. Мы обнаружили десятки, десятки статей и научных работ. Я говорю еще и о личном опыте. Я как личный стилист помог в создании тысячи гардеробов. И я видел, как происходят изменения, когда мужчина начинает заботиться о своем внешнем виде. Но для меня, в первую очередь, это состояние ума. Я живу в городе с населением 10 тысяч человек. Мне вообще не обязательно одеваться стильно. Но когда я иду на родительское собрание в школу к своей дочери, то учитель сделает впечатление о моей дочери, посмотрев на меня. Поэтому и стараются выглядеть соответственно. Когда я выхожу на пробежку, то я могу пересечься с подружками моей жены. И они будут судить о ней по тому, какой у нее муж и как он выглядит. Я уважаю себя. И поэтому я одеваюсь со вкусом. Я это делаю как для своей семьи, так и для своего бизнеса. Так что, ребята, отбросьте сомнения. Вы одеваетесь в первую очередь для себя. И этим вы показываете свое уважение к себе. Так что нет, мелкие люди. Каждый делает выбор, основываясь на том, что он видит. Это нам позволяло, как виду, выживать долгое время. И навряд ли это поменяется в ближайшем будущем. Номер два. Извините, я прождал полчаса. Когда я иду в какой-нибудь ресторан, это не так часто, так как мы ужинаем обычно дома. Но когда это случается, я чувствую, как на меня постоянно кто-то обращает внимание. Мы примерная семья. Дети выглядят и ведут себя хорошо. Люди, которые нас видят, они не знают, кто мы, но они думают, что мы VIP. Потому что мы уверенно себя ощущаем и нас обслуживает, как будто мы VIP. Оставляйте комментарии под видео, когда вы стильно одеваетесь, насколько люди по-другому с вами обращаются. Это нечто врожденное в нас. Классификация людей по внешнему виду и то, как успех выглядит. Если ты выглядишь успешно, то с тобой и обращаются, как с успешным человеком. Номер три. Не волнуйся, ты можешь доверять мне. Если люди испытывают недоверие к вам, это, возможно, связано с тем, как вы себя демонстрируете. Представьте, парень заходит в комнату и кричит, «Огонь! Все на выход!» И при этом он голый. Как вы думаете, что подумают люди? У нас тут сумасшедший. Вызовите полицию и заберите его. А теперь, если бы это был пожарной форме, который сказал «Все на выход», думаете, мы бы сомневались? Нет. Мы испытываем авторитетность по отношению к людям в зависимости от того, как они одеты. Поймите, доверие – это комбинация того, как мы выглядим, в какие цвета одеваемся. Я делал целый ряд видео на тему красного цвета, сила презентации и запахов. Все это взаимосвязано с доверием, убедительностью и с тем, чтобы люди выслушивали вас и вашу историю. И не важно, если вы продавец или представляете некоммерческую организацию, все это влияет. Номер четыре. Я не студент. Если вы попадете в студенческие городки в Америке или в любом другом месте, то вы можете заметить, что у всех студентов есть некая условная униформа. Большая футболка, джинсы и кроссовки. Если вы молодой человек и хотите отделиться от прошлой жизни, и не важно, вы начинающий специалист или уже средний эксперт, вы ищете хорошие перспективы, то повысьте ваш уровень одежды. Потому что, если взять профессора, у него есть пять любимчиков, и, скажем, вы в их числе. И все, что вас разделяет, это то, как вы себя демонстрируете. Как думаете, кого он посоветует компании, которая пришла к нему за молодыми специалистами? Он скажет, эй, Дуглас, потому что он знает, что он хорошо выглядит и отлично себя показывает. И профессор делает ставку на то, что Дуглас его не поставит в неловкое положение перед работодателем. Таким образом, у вас может появиться возможность начать карьеру. Номер пять. Извини, я бы дал тебе пальто, если бы у меня было. Что мне нравится, когда одеваешься стильно, так это то, что разница между повседневным и официальным стилем может заключаться только в одном элементе гардероба. Когда ты одеваешься стильно, то ты оставляешь себе возможность, чтобы добавлять или убавлять количество одежды, и вы можете использовать ее, как вам удобно. Для меня, например, пиджак может послужить в моменты, когда станет прохладнее. То я могу его дать своей жене или женщине, которая продрогла. Также я всегда храню визитки в пиджаке. Он дает еще пару дополнительных карманов. Фраза номер шесть. Я успешный. Если вы одеваетесь стильно, то вам не надо говорить, что вы успешны. Люди будут и так думать, что вы вип. Вы заходите в комнату, и там пять джентльменов. Все выглядят одинаково. А вам нужен менеджер. Как вы выберете, кто из них менеджер? Скорее всего, вы обратите внимание на самого взрослого человека. Так мы устроены. Но еще вы обратите внимание на того, кто является наиболее представительным. Хотя они могут быть все одного возраста. Если вас постоянно путают с менеджером, или коллектив говорит, «Итак, Джим всегда хорошо выглядит. Он должен нас представлять». Вот это возможности, которые сами идут к вам в руки. Фраза номер семь. Я не собираюсь вас грабить. Один участник моей персональной имидж-системы рассказал мне историю о том, как он зашел в магазин часов. Так они ему даже не дали посмотреть часы. Он работал где-то на заводе, и они боялись, что он может схватить часы и убежать. Затем он вернулся в магазин. В этот раз он выглядел как с иголочки. Он шел с собеседования на новую работу. И те же продавцы, они его даже не узнали. Они достали часы из-под витрины и дали ему их примерить. Он был в замешательстве, так что ваш внешний вид играет большое значение на суждение окружающих о том, стоит вам доверять или нет, и как они должны вести себя по отношению к вам. Если вы хорошо выглядите, и вы уверены в себе, даже если это просто костюм, тогда люди больше склонны следовать за вами. Номер восемь. Мне надо зайти домой и переодеться. Человек, который хорошо одевается повседневно, он всегда готов к неожиданным предложениям или ситуациям, так как у него есть готовые комплекты для разных событий. И ему не приходится упускать открывающиеся возможности. У меня был один клиент, который заказал себе смокинг, потому что несколько раз в год он ему бывало требовался. Так один раз он попал на официальную вечеринку с дресс-кодом «Черный галстук». На которой был Билл Гейтс и другие важные персоны. И он смог на нее попасть просто потому, что он был к ней готов. И он был единственным программистом от всей компании. Пусть не самый лучший, но один, который смог попасть на эту вечеринку, потому что у него было все, что нужно для нее. Фраза номер девять. Мне нечем завязать. Если говорить о функциональности одежды. Но вот ремень всегда есть у тех, кто хорошо одевается. Или у нас всегда есть фирменная ручка в кармане. Или у меня есть платок. Один раз в ортодоксальной церкви женщине надо было покрыть голову, и я дал ей свой платок. А ремень очень полезная вещь, и можно привязать что-то к багажнику, например. Мне действительно нравится функциональность одежды. Даже вот взять пиджак. Можно поднять воротник, если вдруг подул сильный ветер или холодно. Последняя, десятая фраза. Я чувствую себя неловко, одеваясь стильно. Люди смотрят на меня. Ребята, будьте смелыми, чтобы одеваться лучше всех в компании. Чем больше ты пробуешь одеваться стильно, тем привычнее это становится для тебя. Ты приобретаешь уверенность и начинаешь думать о себе положительно. И ты начинаешь использовать стиль и одежду как оружие, чтобы получить то, чего ты хочешь от жизни. На этом все. Я бы хотел услышать в комментариях, какую фразу я упустил. Говорите ли вы такие фразы или нет. Пишите в комментариях, и увидимся в следующем видео. Берегите себя. Take care.